Разоружиться с пользой для кошелька. На территории региона с 2013 года действует федеральная программа, по которой незарегистрированное оружие можно добровольно сдать в Центр лицензионно-разрешительной работы Ивановской Росгвардии. За каждую единицу оружия предусмотрено денежное вознаграждение. Кроме того, добровольная сдача освобождает от ответственности. А она в случае с нелегальным оружием не шуточная. Предусмотрена ответственность за хранение незарегистрированного оружия. Если гладкоствольную, то установлена административная ответственность со штрафом 5000 рублей. Если это же оружие нарезанным стволом, то установлена уголовная ответственность и тюремный срок. Граждане, добровольно сдавшие незарегистрированное оружие, освобождены от административной уголовной ответственности. В последнее время число ивановцев, желающих распрощаться с оружием, выросло. В 2018 году в Иванове сдали 9 единиц. Это и гладкоствольное, и нарезное, и пневматическое оружие, также пистолеты различных газов, именно незаконно охраняющиеся, и патроны свыше 11 тысяч штук. На общую сумму было выплачено правительством Ивановской области 90 тысяч рублей данным гражданам. Как правило, в ЛРР обращаются люди, нашедшие опасные предметы или получившие их в наследство. Антону оружие досталось от отца-охотника. У него было нарезное оружие СКС-45, достаточно много патронов, и раньше занимался, там белкашки очень много осталось, патронов. И вот висели-висели с грузом, решил избавиться. Процедура сдачи оружия довольно проста и не требует от заявителя серьезных затрат времени и сил. Ходить никуда не пришлось, все было на дому, скажем так, по звонку, приехали сотрудники, изъяли, скажем так, составили документы надлежащие. И, соответственно, потом отказ от возбуждения уголовного дела, и дальше по инстанциям все пошло. Участие, в принципе, никуда не ходить не надо. Они сами приходят, скажем так, все документы оставляются. Единственное, только вот ожидание отстрела, то есть все ватроны надо было отстрелять. Только после отстрела и выявления, в рабочем ли состоянии оружия, становится понятна сумма компенсации. Антону на карточку 60 тысяч рублей за 11 тысяч патронов пришли как раз под Новый год. Солидный подарок под елочку. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.